мы нищие и многих обогащаем это наша власть мы нищими себя называем не потому что у нас ничего нет а потому что мы сделали дистанцию мы отрешились мы сказали да это все ерунда управление номер один ты поставлен на управление поставлен как сын на которому поставили печать на лбу раздавать хлеб жизни это сын который не говорит да мне козленка сын который раздает этих козлят назначает урочно служанкам меру хлеба выделяет мне не нужен миллион долларов мне нужно миллион возможностей процветание не здесь процветание я хочу чтобы ты знал единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание бездельники здесь любители праздников здесь любители вкусно покушать здесь кто-то аж вскочил прямо аллилуйя любители помазания здесь вчера вам так за помазание тут накрутил шу спать не мог всю ночь я уже горю отпусти меня такой знаешь обычно говорят шуяков удерживал а я такой яков которого удерживают я говорю отпусти меня дай поспать а он меня все гулял по мне гулял 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 серьезно я сегодня не спал вообще вообще не спал вот буквально пять минут и тут же слова лампочка включается дыгаешь и воля тоже светилась рядом серьезно вы знаете чувствую себя прекрасно знаю что сегодня допоздна опять ничего не насчет сна не будет но дух животворящий я теперь понимаю почему ночи нету в этом дне в этот день называемый мы не почитали в откровении а ночи там не будет иисус уже хотя здесь он сказал кто ходит днем не спотыкается как я уже говорил вчера он мог бы и не есть он мог бы и не спать но он во всем должен был уподобиться каждому из нас ему было вообще это не надо и там знаете евангелист пишет утрудившись он уснул на лодке но это была его версия это была его версия на самом деле все было с ним в порядке ему же надо было этот урок с бурей преподать он перед тем как лично корме там закрыть глаза он такой отец давай буря вперед и лег а сам такой раз глазик открывал и смотрел чай делают сто процентов ему было весело он скорее всего вообще испытывал при этом такое веселье они такие наши стараются там но это ж все как вот как мы вот в эти дни говорим они стараются воду вычерпывают и чтоб сразу сказать погибаем знаешь не надо работать сразу и погибаем амэн ой с отцом так весело я сегодня утром услышал я думаю что это кому то надо сегодня услышать про долги еще раз хочу что то сказать про долги можно сказать смотрите откровение оно ощущается внутри точно как прибыль помните давид говорит вот имей ввиду что если ты говоришь я получил откровение а внутри у тебя не возникло сытости это не откровение это просто знание мозгов и все когда ты получаешь откровение ты такой становишься как телец упитанный мажор такой такое же состояние как у тебя я вот специально разжевываю мне отец вот просто показал говорит вот это так работает без всякой философии и теорий говорит ты чувствуешь разницу когда ты в магазин с деньгами заходишь и без денег в ресторан с деньгами и без денег ты знаешь когда тебя пригласили в ресторан но не предупредили что платить за тебя будут и ты сидишь и ерзаешь такой думаю что заказывать вообще что то можно или нет вы здесь так вот возвращаясь к откровению откровение оно не просто должно дать знание предвкушение оно должно дать внимание состояние предвкушения когда еще ничего не попробовав ты уже чувствуешь этот вкус предвкушение оно и даже в миру иногда говорят что оно лучше чем само вкушение ожидание праздника лучше праздника это же праздник когда уже начался ты уже понимаешь что где то он может там и закончится да вот предвкушение это самое то это называется такое состояние лучшее еще только впереди оно начинается вауа оно начинается халилюя и вот откровение он говорит я когда получаю откровение как получивший великую прибыль не просто там что-то шевельнулось ну да благодати на язычок капнуло нет великая прибыль это знаешь когда большие деньги ты ошалела чтобы вот что такое откровение теперь посмотрите на меня послушайте мои видео как вы считаете я знаю о чем я говорю или нет то вы что ребята ты такое никогда в жизни и так и это говорить не сможешь если ты там не попробовал ничего никогда в жизни это тебе не семь шагов восемь пунктов три ступени понимаешь нет это вообще не то у тебя на физиономии должно быть написано что ты мажорчик да и так нагло себя вести как я ты не сможешь если ты не уверен поверь а мне это нравится я наглец во Христе халилюя аминь и вот вот это состояние для чего оно надо зачем себя накручивать до такого состояния если денег нет а я тебе скажу ни одни нормальные переговоры в бизнесе ты не проведешь без этого состояния они тебя просчитают на раз что ты бомжара и все я вам говорю что знаю никогда тебе не получится выставить себя за что-то знатное если ты внутри боишься что они раскусят что ты нищеброд поэтому тебе вот это состояние ты приходишь а не сразу это бабки есть заходи а ты такой странно поверили а за такой я сам поверил бабки есть халилюя понимаете во всем остальном точно так же это принцип друзья мои работает не только в отношении денег не можешь замуж выйти из-за этого по тебе видно что ты одинокая женщина а ты должна быть женщиной извините друзья чтоб переключить мужики может на вас лучше потренироваться а то тоже а то чуть что сразу женщина да то женщин больше еще забросаю сейчас чем-нибудь вот друзья вот смотрите я вот просто ходячий тест я счастливую женщину увижу за километр вот сам моментально как бы она там что из себя не строила ну может быть приблизиться еще на 200 метров я скажу не 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 чего сразу глазки поопускали мужчину несчастливого тоже увижу еще за два километра это такой конь необузданный будет да даже по внешнему виду вот честно что это означает внутри нету нету и не приложится соответственно ни чего поэтому научиться получать откровение так чтобы ощущать великую прибыль не просто ноль по долгам а великую прибыль теперь слушай давай отцу славу дадим теперь слушай дальше мы сегодня будем молиться за я буду преломлять конкретно мне сегодня отец сказал преломить квартиру кому-то смотрите что касается вот этого состояния теперь давай от обратно вот у тебя не было денег мы представили теперь у тебя есть деньги ты будешь ориентироваться на ноль или нет видишь когда у тебя есть деньги ноль для тебя не существует зачем мне на ноль ориентироваться никто никогда не ориентируется на ноль когда у него есть соответственно когда у тебя нету денег но ты считай ну я считаю что у меня есть я верю я получил откровение у меня есть соответственно мысль о погашении долгов сразу должна улетучиться какие долги вообще не надо мне ноль никакой понимаете когда ты в плюсе ты на ноль не ориентируешься ты всегда не надо мне никакой ноль вообще ноль это сразу разрушение банкрот не хочу ноль соответственно когда у тебя есть еще долги как проверить вообще в нормальном ты состоянии почему они не решаются потому что ты все еще в минусе потому что если бы ты внутри себя был в плюсе про погашение долгов бы ты не думал интересная концепция это очень важная концепция до тех пор пока ты хочешь вырасти в ноль ничего решаться не будет ты всегда ведешь себя как не имеющий не имеющий он хочет в ноль выйти не имеющий пожалуйста хоть бы ноль и все это уже при нет сразу тебе нужно посмотреть туда где великая прибыль великая то есть если у тебя сегодня миллион долларов долга например о господи помилуй помилуй то тебе нужно хотя бы думать за десятку вот так вот примерно надо миллион это ноль всего лишь мне нужно десятка хотя бы десятину сразу господу отдам яковишину научил же все таки да никогда я когда слышу один пастор ко мне подошел и говорит у меня цель к новому году 50 человек в церкви я говорю не будет вот с таким вот мы все были когда то в этом ставили план привести людей не надо я не живу в этом какая церковь меня сейчас принимает вот здесь никакая знаете как обычно на конференции делать какая-то церковь уже сидит там сто человек ну плюс 20 гостей вот он же приходит так на меня сто двадцать человек пришло на тебя двадцать пришло потому что все остальные они и так сюда приходят а вот я приезжаю меня церковь не принимает слава богу никакая поэтому все кто пришли пришли на меня халлили почему так происходит я сейчас не друзья мои если кто-то сидит и думать что тут панты кого нет я тебе хочу показать что то так стало происходить с тех пор как я перестал к новому году 50 человек собирать в своей церкви приходик мне не нужен я часто это говорю мне не нужен никакой приходик мне нужны города и страны а и все поэтому тебе не деньги нужны а возможности деньги ты сделаешь вот две секунды и все я тебя научу сейчас уже уже это происходит я тебе даю самое главное помазание я могу это раздавать и это сработает как сработало и не у одного человека есть люди которых это сработало они ушли от меня после того как я сказал что я иисус точнее если быть точным я им сказал что ты иисус они говорят он объявил себя иисусом я тебя иисусом объявил тебя даже если ты не не хочешь признавать что я иисус я говорю ты иисус сейчас еще ползал выйдет кто это может слушать вообще это то же самое было с сыном божьим когда он сказал меня съешь меня мы господом живем я тебе и говорю меня съешь я не сказать кто это может слушать как только он объявил что-то о себе они сказали все ты богохульник мы тебя убьем ну и ладно я говорю за тебя так вот некоторые люди представьте я сегодня утром буквально мне на память пришло свидетельствовали кстати не свидетельствовали рассказали лично мне историю своего успеха из-за меня не захотели свидетельствовать потому что ну типа позавидуют там на эти налоги все такое их нету знаешь как почтите сына алло знаешь как саулу когда-то сказали не маленьким ли ты был в своих глазах когда у тебя ничего не было оставайся таким всегда если ты вот логика тебе ты пришел сюда чему-то научился у тебя поперла прибыль и ты стесняешься об этом сказать потому что тебя загребут ты считаешь бог тебе специально это дал чтоб тебя в тюрьму посадить обставить тебя завистниками которые разберут на запчасти твой магазин или что я понять не могу если ты считаешь что это от него пришло чего ты боишься вообще возмутись против своего страха восстань наступи ему на горло скажи да короче вот как я хвались всем что тебе отец дает выворачивайся наизнанку подставляйся раз за разом и все ничего не будет ничего плохого не будет ничего плохого не будет амэн и вот человек звонил и говорит вы представляете из-за всей этой пандемии наш бизнес заглох мы все долг растет 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 уже куча висела это десятки тысяч евро там на сотню уже там решила и говорит вот курс закончили ничего все делали как прежде просто вошли в созерцание что-то там высвободили возомнили себя деревами жизни потоками ну короче натянули на себя все чему ты учил и говорит сейчас ровно такой был минус образовался ровно такой плюс и клиентура прет я так думаю во-первых это меня это и не удивляет так и должно быть и у тебя так будет халилюя но потом прошло время я вот учения стал сгущать вот так вот прямо концентрирование давать если кто-то следит за нами давно то моё теперешнее послание оно стало мощнее чем год назад тогда это были азы сейчас это уже небеса и это еще не все я когда предвкушаю следующий год меня аж трясти начинает это будет просто мощь давайте отцу славу дадим в чем секрет усиливающегося учения отсутствие богословия полное отсутствие богословия богословия предполагает что если ты сегодня дал теологическое основание завтра ты от него уже отказаться не можешь то есть ты не можешь быть в роли человека который сказал ну я ввожу другое богословие теперь это уже не подходит зачем ты это богословием назвал откровение расширится в любом случае как бы ты его не консервировал взорвет все твои банки консервные если это откровение потому что оно как новое вино оно все порвет все порвет на своем пути поэтому заранее когда меня просят выстроить полную концепцию моего мировоззрения я говорю какое мировоззрение вообще мировоззрение это я и все скажи мировоззрение это я и поэтому зачем мне себя ограничивать этими консервами зачем оно не надо завтра ты будешь проповедовать еще более крутые вещи еще а тебе даже скажут а там ты чуть-чуть говорил оно сейчас отличается как бы даже вроде противоречит я говорю правильно заявление иисуса всегда противоречили друг другу почему ну как почему пришли показали монету говорит кому отдать в храм или пилату он говорит отдайся богу богу а монету куда богу отдайся же если разделить и туда и туда мне же ничего не останется в этом то весь и смысл и смысл его заявы не в делении монеты или так или так а в чем есть третье меч Соломона богу отдайся он не монету делил он людей забрал в объятия отца давай отцу славу дадим поэтому никогда не ориентируйся на погашение долга выйти в ноль выйти замуж что замужеством все только в сказках хорошо заканчивается а в жизни сказка только начинается да ну вы знаете как в сказке там боролись за это замужество потом поженились только ты думаешь а что там дальше а там уже вот и сказочки конец те кто слушал молодец то есть сказка закончилась все все а настоящая сказка написана она входит во внутреннее за зависть куда притечий зашел сын божий халлилюя поэтому все во внутреннем только начинается мы съедаем не просто вишенку а вместе с тортиком халлилюя халлилюя ой мне нравится итак про долги все кто думает сейчас про долги думайте про великую прибыль сейчас мы будем преломлять у нас время еще нормально да вы не устали? нет вы никогда не устаете? о боже еще момент прежде чем я сейчас двинусь в основной теме хочу сказать еще кое-что всем многим точнее из вас друзья нужно перестать морочиться на самом понятии денег потому что обеспечение это не деньги Вавилон хочет конкретно Вавилон хочет чтобы весь ориентир был на деньги пример привожу человек говорит мне нужны деньги на машину я говорю тебе нужна машина она же может прийти не только из-за денег логично но Вавилон хочет чтобы ты думал про деньги потому что объясню почему сказать Соломон же все открыл вот послушайте Соломона он говорит не думай чтобы на жизнь богатство как только устремишь ты глаза свои на деньги они сделают крылья и улетят все и Вавилон такой деньги будешь нищете сидеть всю жизнь если только смотреть на них начнешь обеспечение это не деньги обеспечение это с неба манна тайное сокровенное которое никто не знает как это происходит вообще как никто не знает как образуются кости во чреве беременной никто не знает как у помазанника вроде тебя появляются машины дома квартиры ну как он это делает вообще а вот так откуда деньги а кто сказал что были деньги это не деньги скажи это не деньги скажи халилюя поэтому когда Вавилон хочет с нами поиграть в деньги сыграем в монополию у него же два туза в рукаве а у нас отец на небе халилюя поэтому хочу сказать несколько правил денег кстати а кто вот эти дни хоть что-нибудь записывал из того что я говорю все на молитву выйдите первыми вы мои друзья все остальные бездельники ну ты же сказал Бог любит бездельников не в этом случае я не сказал не записывать я сказал даже если не запишите вот видишь как видишь как первое правило про деньги деньги только боковым зрением деньги деньги на деньги смотреть можно только боковым зрением знаете что такое боковое зрение я упор тебя не вижу а сам такой чик 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 все от себя зависящее делаешь чтобы деньги не оказались прямо перед твоим лицом да это вот так все время деньги помазали деньги они будут стремиться залепить уже как только ты посмотришь они окажутся дальше не смотри не смотри понял я все время если даже говорю деньги приходят я говорю вот так приходят все два раза не повторяю вот так если стать вот так говорит деньги приходят приходят вот только тут ты их и видел вообще больше не увидишь на деньги можно смотреть только боковым зрением я помню даже столкнулся с такой ситуацией не ситуация а читал писал этот березовский миллиардер представляете вот я не знаю откуда он это знает вообще ну евреи они все знают вообще он говорит почему говорят что у евреев все деньги говорит ну по себе скажу с детства мне объясняли что ты божий что бог за евреев и все говорит я просто привык что бог за меня первое я читаю аж прозреваю думаю обалдеть это же то что мы сейчас делаем ты сын ты сын ты сын да многих достучаться надо время а им из детства такое говорят мы божий народ бог за нас посмотри куда мы не приходили да нас ненавидели но все равно мы побеждали и здесь выживем понял понял твой ребенок что-то сделал не то говоришь ты скотина что ты делаешь там я слышу там мы были соли в сочи когда значит мама папа трое детей дети такие такие вообще ветер отказ пляжа выходит где мои демоны дети такие я такой сижу мы на скамейке под солнцем я говорю вот так выглядит чертова матери где мои демоны говорит я думаю как на своих детей можно такое говорить вообще ну они ведут себя так конечно да там ну где мои демоны аж передернуло вообще и вот так это еврей в жизни так не скажет он скажет ну ты хороший мальчик зачем ты так делаешь ну ты же он сразу напомнит кто ты а потом спросит зачем про несоответствие понимаете это очень важно второй секрет он говорит например мне нужна сумма денег 300 тысяч долларов я думаю ну хорошая сумма говорит я никогда не начинаю думать так считать где мне взять я беру может кому-то это пригодится это абсолютно духовно это не то что это не по библии или еще что то он говорит я никогда не позволяю себе задуматься над конкретной суммой я знаю она мне нужна она идет я иногда ручкой где-то запишу она вот так раз и просто там в ежедневнике 300 тысяч и все чтоб так прошло через тебя потом в другом месте там иду там что-то думаю там 300 тысяч и так он несколько раз повторяет не глядя небрежно говорит главное небрежно как только ты начинаешь с этим возиться все небрежно даже когда слово приложится это очень небрежное слово таааа куда он денется даже когда женщина замуж вышла за христианина вот это небрежно исключается куда он денется мы же повенчались и сможешь точно никуда деться не может амэн женщина я вас сегодня не затерроризировал нормально все халилюя давай отцу славу дадим и так только боковое зрение это это реально друзья это просто техника вот так запомните эти правила и увидите как это работает у меня иногда бывает такое что деньги не раз оказались перед глазами не так просто от них отвести глаза бывает я имею ввиду отсутствие или присутствие их неважно просто деньги мысли о деньгах лобовые такие все остальное становится второстепенным катастрофа не иди дальше пока не избавишься от этого отодвинь любой ценой ну моя вот моя можно сказать методика я говорю не помазание моя прибыль помазание говорю до тех пор пока помазание не двинется все сможешь исчезло все наваждение прошло я думаю помазание это источник а это приложится понятно помазание это возможность это чистая энергия неба это все еще один принцип я его называю принцип маятника его все знают отталкивай и с большей силой получишь назад тебе нужно выстраивать не схему прихода денег а схему распределения понятно потому что если ты занимаешь позицию управителя ты по сути твоя задача только распределять если ты не нету схемы распределения ты не управитель а поглотитель денег не будет вот это свобода от этого вопроса это все павел говорит о людях моя любимая мой любимый принцип служения будучи свободен от всех я всем поработил себя ты не можешь послужить человеку пока ты от него не свободен он будет тобой крутить как хочет именно поэтому я веду себя иногда очень эксцентрично потому что хочется вести себя так чтобы тебе понравится но иногда отец просто меня будоражит внутри с меня лезет всякая ерунда за которую мне стыдно потом и можно подумать что это плоть вылазит но на самом деле это сам отец сбивает твою спесь чтоб ты потом не сказал что ты хороший религиозный мальчик что уже не получится прикинуться хорошим религиозным мальчиком после всего что я наделал и наговорил посмотрели давай отцу славу дадим итак принцип майника отталкивать мысли отталкивать иногда даже тебе надо делать вид что это деньги я их сразу отдам кому-нибудь вообще прям себя так накручивать деньги знаете как это работает я не знаю вместители это некоторые да я когда так думаю вот деньги они как личность ты только начинаешь их отталкивать как будто у тебя возникает даже такое ощущение что они такие что 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 нашелся тот который а ну а давай проверим я такой ну и проверяй давай давай и деньги они такие раз тебя подсовывают что-нибудь ну уже конкретно осязаемое и такой взят что ли вот это то свидетельство с жильем которое я привел вы знаете что это не первое предложение но это одно из лучших предложений почему это рассказывать друзья потому что нищие голодному все сладко пока ты голоден следи за тем чтобы чувство голода никогда тебя не объявило он говорит соломон мудрый говорит гортани себе преграду поставь не ешь просто тебе будут предлагать не спеши хавать я все время говорю своей команде не бросайтесь на деньги не бросайтесь это неспроста первые города взятые евреями были заклятыми это просто он их приучал не бросайтесь на добычу будет знаете какой искушение о мы взяли этот город кто его знает возьмем ли еще города а тут золото давай возьмем саул погорел на этом сколько людей помазанных погорела на этом да подожди ты тебе все даст тебе бог оттолкни почитай это заклятым вот эти первые сливки да избавься вообще от них выкинь сожги бесследно а чего сжечь саул пытался пристроить этих овец там в качестве жертвы нет нет надо сжечь о себе просто отдать чтобы с этого даже прибыли никакой не было даже может быть отдать так чтобы не знали что это ты отдал то что тогда хоть авторитета поимеешь а так отдать так чтобы не было мы все это делали и не один раз поэтому вот этот принцип майника не спеши вот это заклятое хороший принцип правда а так хочется сразу схватить вот она уже добыча пришла в мои руки нет твоя добыча она примерно со второго раза начинается с третьего первое отдавай сразу отсюда взялись эти десятины начатки отец просто хотел чтобы ты не рассчитывал на первое не бросался понял ты же богу надо твои начатки сто лет ему это не надо религия это выставила так что бог типа ну если ты мне не дал то и я тебе не дам дай 10 процентов тогда получишь 90 не в этом дело это же бред вообще он просто хотел себя научить с ним течь а не хватать вот это все так просто оттолкни это сказать да у меня еще будет куча всего я выбираю возможности небесные а не вот эти сливки первые все аллилуйя я вот думаю интересно я себя сейчас положил вот достал бы деньги да и сказал вот так кому возможности сюда на молитву кому деньги сюда за деньгами и сколько вас стало вот в очередь за возможности в москве вы видели это когда деньги раздал пожертвования не видели хотите здесь посмотреть ничего не видели еще раз покажи да я собрал пожертвования качнул так нормально говорят кто верит что я сын божий сдайте деньги насовали денег короче там я говорю раечка рая где то было дело и тут рая приходит мне и говорит а ну это уже потом значит я вам сейчас покажу что таки люди слушают а я проповедовал друзьям экономику иисуса рассказывал за сверхи вот многие вещи которые здесь говорю там и тоже упоминал и я уже думал ну все тут здесь сидят одни миллионеры по поводу возможностей и вот я значит собрал бабки мне пришли сказали сколько там и я такой говорю у кого не хватает на еду на билет назад может вы приедете домой коммуналку платить нечем подойдите скажите сумму вам выдадут первые два человека подошли и сказали господь мне сказал отдайте мне все тому раечки помощники такие стояли рядом и мне господь сказал отдать все чтобы вы мне отдали все там все на кто рядом стоял тоже начали мне сказал и мне сказал а представьте вот я человек я это все сделал а да ну а помощники специально начали так типа ну с сарказмом говорит и мне бог сказал что надо все забрать я не мог поверить своим ушам друзья вот это называется бросаться вы слушали думаю слушали 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 такое помазание но были люди которые когда я сказал мы раздадим они рыдать начали они плакали боже мы никогда в жизни такого не видели вообще кто сейчас так делает пасторы которые услышали эту историю сказать он нас обгадить решил короче а я такой вы сказали сразу видно кто себя обгаженным почувствовал да вот так вот я сделал это кстати не первый раз мы так делал мы делали так помню приехали церковь открывается в одном поселке и прямо отец мне говорит они представьте служители в этом поселке заготовили мы тогда дело как жертву закладывали денежную типа в открытие церкви тогда такие традиции были у нас и они собрали такие хорошие суммы и тут отец мне говорит видишь эту женщину там какая-то женщина неверующая вообще было говорит отдай ей все деньги я думаю просто вообще словил себя на мысли что я приехал я знал что увезу нормально денег потому что когда ты движешься в системном служении деньги нужны просто по заре все платить за все покупать сейчас ну как бы с этим свободнее да постоянно тебе нужен зал какой-то на что я такой думал я уже рассчитывал на эти деньги взял и при всех отдал и потом через два дня хозяин помещения звонит женщина и говорит что тут в поселке началась они же говорит тут всю голову нам вынесли что вы тут хотите все деньги с нас собрать и эта женщина она оказалась она мама четырех детей там и разнесла всю эту весь короче такие люди приехали божьи люди и пошел божий движ там просто евангелие всплеснулась там сразу же я думаю это же лучше чем деньги алюху даже с точки зрения денег это лучше чем деньги я думаю многими такими вещами отец научил выбирай возможности еще вам скажу и для меня люди классифицируются на три категории люди земные сказать вам такого никто не расскажет ну ладно люди низшего звена мышления они обсуждают между собой людей все то есть и ты видишь что люди говорят о людях это низший уровень вообще все них своей жизни нет люди более кто-то такой думал о это про меня да ничего страшного блаженные уши твои что ты слышишь это сегодня теперь ты не будешь таким люди более высокой категории они обсуждают события то есть они уже так следят что вообще происходит то есть обсуждать чью-то жизнь это ему как не их тема а выше высшая категория людей обсуждают идеи и первые две категории живут под дудку вот этих людей ты живешь под чьей-то идеей кто-то придумал создал и ты просто стал обсуждать уже то что есть и когда я это понял я думаю они со мной так не будет я не хочу мне нужно нищая идея поэтому я сразу пошел старался и стараюсь идти в разрез со всеми идеями которыми были до меня мы все делаем немножко по-другому не стандартно прикольно понял поэтому возможности вот эти идеи это и есть тот самый жемчуг за который надо отдавать все если нужно мудрый соломон об этом сказал так как за мудрость плати любую цену аллилуйя давай отцу славу дадим еще парочку сказать вещей высота скажи высота главный принцип высота как проверить занимаешь ты высоту или нет в сознании очень просто написано взошед на высоту раздал дары и наполнил собой все то есть если ты не готов раздавать ты не наполнишь собой все что такое наполнил собой все это влияние то есть раздал потому что не из-за этого ты наполняешь собой все своим влиянием из-за высоты не из-за денег некоторые люди думают что если у них появятся деньги они станут влиятельными нет в этом есть элемент определенная но высота номер один если я не хочу раздавать услышь меня и сияю мне нету не ловлю в себе желание раздавать вот как сын написано имеет на себе печать раздавать хлеб жизни все что необходимо для жизни и благочестия вот раздавать это по природа сына если они ощущают себя желание раздавать я понимаю что я сполз в сознании со своей высоты и бывает что ты это начинаешь понимать когда у тебя у самого мало понимаешь поэтому он говорит вспомни откуда ты не спал возвращайся туда как возвратиться вспомнить как только ты вспомнил кто ты сразу появляется желание раздавать вот и все вот так я себя тестирую на высоте или нет и как и самое интересное что как только ты возвращаешься в эту позицию у тебя сразу появляется что раздавать отец никогда в жизни не предусматривал что тот кто не находится на высоте будет что-то там раздавать нет поэтому он горит это для сына высота для сына сиди одесну меня и раздавай дается славу слушай ну хорош уже давай преломлят там карточки кошелечки чудо хорошо друзья не устали возьми сейчас я хочу уже начать это делать возьми сейчас свою карточку или кошелечек сумочку кто-то чемоданчик достал сразу телефон со счетом ты уже к этому к этому служению наверно открыл счета во всех банках питерских да и швейцарских тоже в интересно было посмотреть на ту реакцию сейчас на твоих глазах цифра на счету начнет расти 10 в десятки раз умножаясь каждую у кого-то сразу в забу дыхание не смотри туда мы же на цифры не смотрим помните отец хочет покорить твое сердце силой силой знамений чудес у него так много он не сделает это для тебя он сделает это через тебя скажи вера божья если кто-то смотрел видео про веру божью и объяснял что это такое вера божья это вера в силу своего собственного слова ты же бог ты же и природа божества откройте глаза смотрите на меня смотрите в зеркало славы любимые вера бога это вера в свое свое слово знание точно что слово сбудется я уже рассказывал об этом я спросил у него вера бога он вы помните да возле смоковница иисус говорит ну просто верь что сбудется по словам чьим твоим и будет всего и все что только захочешь моим так ты же говоришь это вера бога иисус на что ты намекаешь вообще и она этой намекаю ты бог ты бог природа твоя такова что когда ты что-то говоришь это не может пройти бесследно не может единственно почему это может не состояться это только потому что ты привык болтать все что на ум придет безразлично относиться к своим словам а как надо относиться а давай посмотрим как отец относится будет как снег и дождь сходя на землю делают то для чего сходят так и слово моё она не возвращается ко мне неисполненным никогда и поэтому лишь бы что я не говорю а что значит не возвращается посмотрите слово исходящее горит из уст моих не возвращается ко мне куда в уста мои что это означает это означает я два раза не повторяю слова возвращенная обратно в уста это прибит повтор ты снова и взял чтобы снова их высвободить нет то есть отец его как мужик такой настоящий перед если я сказал я два раза не повторяю все исполнится и горит вот такую веру надо иметь вот она и горит вот когда ты будешь так верить в свои собственные слова в силу своей божественной природы я так заложил все будет двигаться даже горы теперь посмотри с пренебрежением на свою карточку и скажи как снег и дождь наполнись наполнись хамилюя ты сказал не очень уверенно я почувствовал возьми ее в руку ты бог как ты скажешь так и будет не из-за меня не из-за этого служения это твое наследие ты должен быть в определенном смысле зоу на деньги потому что они наклоняли тебя столько раз это вавилонская система представляешь а который отец сказал воздайте вдвое как она воздавала вам вот сколько тебя наклоняли раз финансы в два раза больше наклоняя их наклоняй наклоняй и наклоняй посмотри на свою карточку которая иногда мотала тебе нервы своим пустым состоянием и скажи наполнись во имя иисуса меня не волнует как ты это сделаешь все ложи карточку на место никуда ничего не смотри не не проверяй ничего все работает если ты кинулся проверять не не сильно верил в то что сказал все там все наполняется боковое зрение помните боковое зрение все что аж самому хочется сейчас включить посмотреть чё-то я приводил примеры на видео у меня так работало такой знаете него думаю схожу в солярий погреюсь мы солечкой заходим таки остаюсь солярий делать нечего там такая ты соля приходишь хожу иногда вот солнышко захочется иногда залпом пошел там выходишь с хорошим настроением попробуйте да вышел солярий такой в зеркало на себя посмотрел какая красота боже вообще ты что нарцисс нет я насаждение во дворах господних халлилуйя и вот стою в солярии и думаю десять минут там дело делать нечего руки подняты ну держишься там за эти штуки думаю как раз вот я как врата славы стою в чем мать родила там надо нельзя такое говори да а тут же одни созерцатели я понял боже мой отец прости меня не не ведал что творил вообще да и игорю отец а давай щас придут деньги на карточку ну а вот я щас вот я вот щас сумму назову какой-нибудь и пусть придут он говорит какую я там назвал такую сумму ну такую нормально для меня там и ржать начиная стою и смеюсь представь и он говорит и что ты будешь делать реально что ты будешь делать вот если при придет эта сумма вот ты сейчас обнаружишь ее я говорю просто буду смеяться он горит эти веришь я могу это сделать я еще больше смеюсь говорит я уверен что ты это сделаешь это просто выхожу еще такой растерянно после этого дела будут какие-то дурдом что за разговор вообще воля такая деньги пришли прямо вот вышел тотчас моментом я такой стою думаю что это вообще отец ты знаешь как диалог когда отец тебе такой давай посмеемся давай поржем такой давай что тебя рассмешили в деньги на карточку рассмешат очень сильно я говорю почему вы греш за срона не придут как-то несерьезно чем несерьезнее тем лучше еще не хватало чтобы я деньгах с ним серьезно разговаривал это вообще это борода там заборы из золота я тут с ним про деньги буду разговаривать и шо вообще такой папочка дай котику денег пожалуйста один раз на дискотеку сходи знаете такой анекдот говорит сынок что ты как маленький мальчик попроси по-взрослому окей предок отвали чирик на дискач и пошевеливайся молодежи понравилось да кому не понравилось тут уже не молодежь знаешь халлилюя и это основной принцип еще один который я хотел сказать должен быть азарт играться в это поиграть вот кто все опять ее вштырило смотрите друзья должен быть азарт в это поиграть знаете вот вы не задумывались никогда что почему люди придумали рулетку вот это все это чё для бедных придумали если бы они знали что сюда только бедные пойдут они вообще это не открывали а не знали в человеке есть что-то в богатом делать эти ставки поставить и поиграть в какую-то энергию которая превосходит наличие денег энергия риска ставить вот это все это делают богатые люди да многие из них там одержимыми становятся я сейчас не за это говорю но когда ты имеешь дело с деньгами всегда еще раз гляда возвращаться к мысли что это не обеспечение это игра распоряжение сделаю ставку так сделаю так учиться просто безбашенно с этим себя вести и чем больше объем твой будет в этом риске чем больше ты сможешь ставить на кон за раз тем больше денег будет вращаться вокруг тебя деньги вот если так о них можно сказать они это обожают двоецу славу дадим теперь нужно будет включать созерцание она уже работает я вижу у многих в глазах есть осмысленное выражение лица акцию большинство лампочек загорелась еще вчера моя перри накалилась игры я не спал халилюя теперь будем чуть-чуть поговорим за гранью невидимая о чем что-то показать мы не связываем то что происходит с началом этого движения в невидимом например вот это и такое неверие она вот с этого начинается почему отец когда говорит за все благодарите это связано со сверхъестественной жизнью потому что многие вещи которые происходят ты говоришь это естественное на самом деле естественного вообще ничего нет мы говорим это земное но давайте начнем с того что земное началось вначале было слово и сотворено было словом кто этого не знает тот воспринимает источник что это от земли дайте а если небо так это еще уровень выше на самом деле земля она тоже с неба понимание этого факта теперь надо меня услышать пусть арбуз чуть-чуть треснет понимание этого факта это и есть новое небо и новая земля о которой говорила все просто ждут что все тут сгорит на самом деле ну я находясь в духе горит его увидел вот он новое небо новая земля и все когда ты знаешь что прежде чем появилась земля было слово и без него ничто не начало быть что начало быть ты понимаешь все происходящее на земле имеет сверхъестественную природу а почему мы тогда не называем это естественно теперь внимание сила момента когда ты присутствовал бы при сотворении земли для тебя бы это было ну библия вообще горячего мы присутствовали когда ты присутствуешь при сотворении чудо ты называешь это чудом если ты пользуешься уже сотворенным ты не видел уж как это произошло но она уже есть ты гришь это естественное понял это секрет всех чудес присутствовать при начале это и есть восклицать от радости и восхищению а вот когда ты видишь как это делается вот только только вот для тебя это чудо но на самом деле ничего не делается все течет потоком всегда земля которую ты сейчас считаешь естественное при сотворении написано сыны божьи мы с тобой восклицали от радости это было чудо 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 что ты делаешь вау сейчас ты ходишь на земля грешная все сгорят у нас не и когда ты начинаешь кто смотрел мое видео новое прошлое не смотрели вы вообще смотрит для кого это выпускаю вообще зачем мне кажется нам надо тем чуть-чуть избавить с видосами нет кто-то да кто-то нет они надо пятница там бомба такая вышла еще не успели проглотить уже воскресенье я сам как они это пережевывают вообще не знаю а у кого-то конвейер такой я уже пятничная 8 раз просмотрел как ты живешь вообще ну так и живу бездельник понимаете к чему веду новое прошлое оно новое для тебя слово новое это не потому что она возникла именно слово прошлое она не дает вот этому пониманию что она возникает появится в голове то есть если прошлое значит она была а как же она тогда новое это как ты вспомнил забыл на все новое это хорошо забыто еще старая и она новая не потому что она изобретено новое вы чего хотите сказать что отец свое творение которое он сделал он сольет его как типа ну с этим проектом не вышло сделаем новый да вы что нет еще до того как здесь проблемы начали слава уже было явлено все было решено это вот дьявольское мышление которое он пытается нам навеять мышление от ограниченное когда он думает что в этот период времени можно что-то такое сделать чем можно испортить прошлое нет в прошлом было решено и из уже заранее видели что дьявол будет что-то портить пытаться и чтобы чисто поржать вообще выпустили его побегать ну давай козлик побежал и он такой бе 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 там рожками бодает с отец сыном ржут такой ну че покажем покажем и говорит ну давай бодни меня о класс сын ты пришел сейчас сделаем бам бам его там знаешь и такой видите получилось испортить три дня там что-то происходило потом сын вышел говорит папа поржем и все и все то есть как говорится недолго фраер танцевал вообще халилюя я не люблю эти страшные рассказы про дьявола как он все знаете ему просто дали вот так побегать как этому козлу давайте славу дадим смотри для чудес важно понимать их начало начало чуда это не тогда когда ты бросился его сотворять начало чуда это источник с неба который течет всегда именно для этого мы все время говорим о потоке скажи поток когда его пришли и говорили а вот семейная жизнь там разводы он говорит сразу в начале так не было ну сразу нет в начале ну вот земля с ее законами вот муж и жена горит не 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 в начале бог библия начинается со слов в начале бог прежде чем ты что-то тут заимел какие-то проблемы уже чудо было сотворено все для тебя чудесная жизнь именно это сразу освобождает тебя в вопросе чудотворения потому что когда ты думаешь что надо чудо как-то выродить сейчас где его взять вообще как только ты понимаешь у тебя новое прошлое и ты понимаешь что чудо это уже то что было еще до сотворения всегда было это становится легко ты просто потоковое мышление жизнь потока все происходит отсюда взялись эти фразы это не закончится никогда повторяю очень часто пусть мозг запоминает здесь и библия говорит господня земля и все что наполняет ее господня скажи не просто земля это земля а есть что-то господне не земля она и есть господня и все что ее наполняет и должно наполнять господня без него ничего не начало быть что начало быть амэн как только ты начинаешь видеть источник а это возможности проблемы с ресурсами исчезают моментально вы здесь иоанн говорит хлеб же сходящий с неба таков что едущего не умрет сходящий это продолжительное время постоянно сходит ресурс с неба и этот ресурс делает в твоей жизни так что ничего не заканчивается уловите сходящая с неба постоянно сходящая с неба как источник делает твою жизнь такой что настройки прекращения уходят смерть это прекращение не важно чего прекращение прекращение там физической жизни прекращение денег это все связано со смертью даяние благое сходящая с неба оно не заканчивается никогда это источник скажи источник и оно делает так что как только ты знаком с этим источником это становится источником в тебе читали тоже да пьющая эту воду за имеет в себе источник как только ты заимел дело с источником все в твоей жизни это не закончится никогда ходить не придется вот этот принцип его важно запомнить важно понять что чудеса они не прекратились и надо их возобновить они продолжаются всегда происходят и все вкуси и вот амэн вот вот были такие товарищи которые ходили по пустыне представьте манна падала с неба они говорили надоело нам это негодная пища читали что они называли негодной пищей состоянии в котором находятся многие верующие услышите меня помашите ручкой негодная пища это состояние когда человек считает небесные премудрости и зависимость от бога от бога ну чем то таким что ему не нравится поэтому они говорят нам спокойнее возле котла с мясом не понимая что небо то везде а котел то только здесь небесное обеспечение с его небесной премудростью намного лучше потому что с ним можно и в египте жить и туда бы не пошел небо всегда над тобой а котел это такая штука возле которого надо сесть готовить это не источник и поэтому они говорят это негодная пища нам нравится вот это вот это негодная лук и чеснок это признаки похоти это когда тебе что-то надо постоянно для того чтобы удовлетворять свои души нету радости внутри значит чеснок нужен но я не за сам чеснок за острые ощущения понятно а мы такие смотрите скажи источник цель манны знаете какая была это отказались сходить на гору с отцом и он просто привлекал их внимание смотрите манна с неба это в голове должно сложиться смотри все время на небо как на источник и не сорок лет пытался он им эту мысль привить не получилось сегодня когда я тебя учу этим премудростям кто-то сидит и думает ну чесночка все-таки хотелось бы вот как-то котельчик с мясом он как-то надежнее выглядит друг мой ну бог тебе будет проповедовать про манну с неба пока не приучит тебя видеть это единственным источником единственным иисус в откровении иисус в откровении говорит я уже заканчиваю иисус в откровении говорит побеждающему дам манну сокровенную оказывается вот эта пища победителей а победители наследуют все как только ты привык видеть небо единственным источником обеспечения все твое все твое поэтому приучайся к этой мысли раз за разом говори прямо отцу ты мой единственный источник обеспечения не рассказывай никому о своих нуждах никогда никто от меня не слышал никогда что денег нету моя команда считает что у меня всегда бабок целой куча причем это не только сейчас и они приходят такие наши мне рассказывают ой денег нету там я говорю а я откуда беру вот даша она любит такое сказать она говорит пастор от них никто денег не дает как тебе она это говорила тогда когда я думаю да мне никто не дает денег вообще я никогда не говорил что мне никто не дает я говорю конечно все дают мне деньги все я же сын а сыну все хотят дать денег вот запомни если ты распознал себе желание дать мне денег ты увидел во мне сына халилюя халилюя если к тебе принесли и хотят тебе дать денег такое желание тебя благословить а при этом ты не ныл не просил не выглядел уныло не говорил что тебе не за что ехать в Питер если ты этого не озвучил помните я не копаю но я и не прошу я не делаю на себе унылое лицо чтобы все не видели что я голодный сегодня не молюсь такими молитвами господи пошли человека с подаянием то есть ты с виду у тебя все хорошо и вдруг тебе приходят и говорят хотим тебя дать денег я тебе скажу что это такое сработало желание вложиться в успешный проект отца называемый сын и все этот человек даже сам не понимает что его внутренность она ему сигналит отсюда поимеешь иди сюда дай денег а люди такие смотрят думают да нищим надо было дать знакомо да блин с нищих толку вот сюда надо сюда и сын такой прямо берет и говорит так нищие всегда есть я то не всегда и Павел говорит помните о нищих где он говорит что я всегда помнил о нищих вот они в Иерусалиме сидят одиннадцать нищих не едят там ничего вообще я когда изучаю жизнь первой церкви друзья я прозреваю вообще помните в Ветхом Завете он говорит город праздничных собраний я сделаю и вдруг я вижу ребята-то каждый день собираются в храме по домам а работаете вы когда вообще а семьи у вас соответственно вывод делу семьями собирались и написано принимали пищу ну то есть это что такое вечеринка сидят ужинают веселятся ну ничего себе житуха и что не надо там ни на кружок детей вести никуда ничего там что есть что пить там вечерняя смена вторая работа вы вообще что страх потеряли или что а ну бегом все на работу они такие это мне говорит о том что там умножение работало я не вижу другого способа как еще так жить вообще реально там все работало самое главное не было нуждающихся никого не было нуждающихся как только нужда возникала апостолы выходили такие да рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое написано сила двинулась новые инвесторы живем вот и все это работает на сто процентов скажи помазание моя прибыль помазание теперь мы будем преломлять наконец-то скажи наконец-то закончатся эти лекции скучные да скучно было друзья вот вы знаете что я вам хочу сказать люди в миру за то чтобы их так мотивировали бешеные деньги платят я поступаю как безумный потому что я хочу больших вещей я не собираю денег мои курсы все бесплатные они обогатили уже тысячи людей физически духовно там радость настроение деньги в бизнесе что-то пошло и это только начало это ж не закончится никогда я почему то чему я учу сегодня друзья это ж оттуда я вам демонстрирую как я делаю на моем курсе за год отучилось около десяти тысяч человек примерно если бы поставил цену там 20-30 долларов за этот курс я бы в Германии и так бы дом купил а скажу еще дальше скажу 20-30 долларов а вдруг бы кто-то не дал ребята когда у тебя есть меч Соломона ты бы и сто дал я бы тебя убедил я знаю как это работает возможно записалось бы меньше людей но они бы заплатили сто двести долларов слышу там какие-то помазания какие-то да че мы там зря откровения получали означает школу в три этапа шестьсот долларов общей сложности тысячу человек записалось я думаю вы чего вообще реально ку-ку я думаю не за вы вообще ну как там отец у вас отношения есть вообще шу и делаете очень и тогда они запускают версию такую бесплатных школ вообще не бывает все что человек не заплатит его сердце не будет там находиться хорошая такая мотив для обдирания людей правда я вам хочу сказать может кто-то еще верит в платные школы что-то вам скажу в ветхом завете еще отец говорил людям говорит зачем вам платить трудовое за то что не насыщает все за что ты платишь деньги тебя не насытит так что зря ты платил говорит а дальше продолжает говорит придите ко мне берите бесплатно это точно насытит везде где ты заплатил придешь платить еще раз потому что не насытишься я подумаю я поступлю как безумный я посмотрю что будет вы думаете а ты такой красавчик вы думаете вот знаете на тот момент такой раз записалась на твой курс почти две тысячи человек ты сидишь такой ресурс офигительный ресурс извините что скажу самое время назначить цену и ты такой бесплатно все такие бесплатно серьезно бесплатно что-то здесь не то наверно будет что-то еще ничего и второй заход бесплатно и третий и четвертый и пятый да и шестой и еще один курс и еще один курс а потом я вышел буквально через там после первого потока и сказал все наши курсы всегда будут бесплатными всегда если где-то услышите что яковишин взял платный курс это не я и все с точки зрения давай отцу славу дадим с точки зрения бизнеса это ересь вообще вы знаете что в бизнесе в науке бизнеса есть свои ереси вы в курсе что не только в религии есть ересь например сеть в сухой земле для бизнеса это ересь вообще куда ты вкладываешь вообще ну это ни о чем для царства нет так начинать без капитала это ересь да ну ничего ты не начнешь без денег ничего не начнешь то есть у бизнеса есть свое представление неверный управитель вот эта вся тема это ересь какая-то вообще-то ну то есть такого быть не может но все это советы с плотью и кровью когда в тебе открывается сын с плотью и кровью ты не советуешься приготовься быть еретиком на всю катушку на всю катушку чем больше ты согласишься что тебя будут признавать еретиком тем лучше вы думаете я когда сделал курс созерцания я не был готов что они скажут что это ересь да вы чего сейчас за год они уже попритихли не привыкли что это разнеслось но сразу это был дурдом кое-кто из учеников с половины курсов свалил к своим пасторам говорят там такое в общем ну короче и мне это тоже нравилось я думаю не платили что хочу то и говорю а вот вам платили вы говорите то за что вас будут принимать а мне не надо вообще и все аллилуйя скажи это не закончится никогда это не закончится аллилуйя ну что вы готовы как раз у нас самое время начать что такое преломление сейчас мы это будем делать смотрите как это делается я так делаю все время они говорят как это накормить помните эту историю ну то есть нужда больше чем возможность полная блокировка в голове возможности нету во первых ты возвращаешься к источнику есть все принимаешь мысль есть как взять в руки то что преломляется я всегда говорю себе так надо вспомнить несколько случаев когда точно что-то приходило от Бога сверхъестественно я всем рассказывал такую историю когда я проводил первое свое публичное служение как спикер такое разрушение проклятий и ночь у меня накрыло дьявол просто так за горло схватил говорит кого ты исцелять собрался у тебя хоть кто-то исцелился хоть когда-нибудь какие проклятия вокруг тебя меняются жизнь что ты проклятие тут обещаешь людям ты обманщик обманщик стал меня вот так канать я помню к 4 утра он меня добил так что я такой я говорю отец я не хочу быть лжецом я не хочу и помню только вот это знаешь как луч во тьме в голову отец говорит вспомни как все начиналось просто вспомни я такой ну хорошо ну там вот покаяние там я стал шаг за шагом одно чудо вспомнил второе третье четвертое и вдруг чувство меня порвало я такой говорю я тебя уничтожу сегодня вечером я вышел проповедовал с такой агрессией что люди на меня вот так смотрели там но демоны выходили дух двигался все было круто четыре часа на одном дыхании помню там дать всю славу то есть что произошло когда ничего в руках нету написано они победили силой свидетельства свидетельство это реально осязаемый хлеб для преломления это было и это будет а что если у меня не было такого возьми мое мое возьми ведь у тех людей которым наломали хлеба ничего своего не было мальчик помог всем сегодня я твой мальчик я тебе вот даю пять хлебов давай наломаем если у тебя своего нету но лучше если свое есть свидетельство крутое как отец тебе когда-то финансами что-то обеспечил помог ну хоть знаешь я говорю вспомни хоть цен с неба ну хоть цен хоть доллар хоть что-нибудь что действительно пришло от него не из земли а из-за слова сбывшиеся обещания чудо может быть уже деньги приходили на карточку и ты не знаешь как это было в этом году куча всего такого у нас совершилось возьми это и это будет то что ты сейчас будешь ломать уже можешь вспоминать если вдруг ты столкнулся с мыслями что у меня самого ничего нету бери мое вот это будет твоя преломленная квартира окей что мне их везде сейчас предлагают я тебе одну преломаю хочешь? хочешь? второе преломление это когда ты взял в руки и начинаешь ломать это не закончится никогда никогда как было так и будет дух свидетельства это же дух пророчества одно и то же то что было то и будет свидетельство это пророчество свидетельство это пророчество то есть ты ломаешь если у тебя это в руках уже оказалось следующее что тебе надо понять теперь так будет всегда то есть если чудо уже было хоть какое-то оно теперь будет всегда потому что это источник ты его уже словил все говорит попьешь у меня и у тебя самого появится понял? и следующее написано помните благодарю принимаю и раздаю следующее что надо это чуть-чуть посмотреть не похотлив ли ты это очень важно то есть чтобы ты знал что когда вот это все преломится умножится что дальше ты будешь тем кто раздает тем кто знаешь как Богу обещал всех буду возить на машине как только купил там даже в церковь никуда не сразу все забыл когда дьявол болен он на все готов когда он здоров он ничего не помнит ну есть такое выражение что когда дьявол болен он готов молиться а когда он выздоровел он уже ничего не помнит есть такой прикол когда едет мужик на машине во двор говорит господи нужно одно место припарковаться ночью все забито такой раз видит место говорит о все господи уже не надо спасибо вот примерно так а так это все равно уже все есть ты услышал первое вспомни хоть что-то возьми в руки Иисус когда брал в руки помните он возблагодарил спасибо это теперь не закончится никогда благодарение это то что преломляет благодарю это не закончится благодарю я в потоке благодарю это идет идет и никогда не остановится я так делаю всегда как только я чувствую что ломать нечего я говорю нет меня теперь не обмануть возвращА вспоминание несколько случаев до радости и начинаю преломлять радость словами. Это не закончится. Это не закончится. Это не закончится. Вау. Ух, штырит вообще. Ну-ка давай, вставай. Включи этот азарт. Азарт заключается не в том, чтобы наломать себе, а стать раздаятелем. Тебе-то точно будет, поверьте. Когда Иисус наломал, Он тоже поел, и все было хорошо. Закрой сейчас глаза. Я хочу, чтобы конкретно, созерцательно ты сначала увидел источник. К океан. И увидел я реку воды живой. Чистая, как кристалл. Вода, которая является обеспечителем жизни всего живущего. Без Него никто не может жить. Ничего не начало быть без Него. Смотри, как она течет. Я сейчас вижу, как она течет на тебя. Посмотри на нее. А теперь увидь, как она течет из-под тебя, из чрева. Ты – обеспечение. Ты – мощь для всего, что встречается на твоем пути. Раздаятель жизни. Увидел? Теперь вспомни, как из этого потока в твою жизнь пришло благословение. Не от земли. Не от людей. Ты знал точно – это Бог. Постарайся вспомнить свое. Если не видишь своего, тогда слушай мое. Из-за помазания отец благословляет. Источник работает в моей жизни. Из-за помазания уже много лет. Я проходил жесткие вещи там на грани жизни и смерти. И выжил. Не из-за людей. Из-за помазания. Я проходил хорошие времена. И они напитывали меня благами. Все хотели участвовать в моем благословении. Все хотели соприкасаться с этим. Все хотели давать. Вкладывать в Сына. Мазать Ему ноги маслом. Я видел это. И это не из-за меня. Это из-за помазания. Помазания. Поэтому, если у тебя не хватает памяти, вспомни что-то свое. Бери мое. Если ты веришь в Сына Божьего. Бери мое. Я преломляю сейчас на тебя. Если ты вспомнил сейчас, нужно поднять свои руки. Как написано. Возвел свои очи к небу и сказал. Благодарю тебя, Отец. За это чудо, которое одно, и второе, и третье было в моей жизни и есть. И никогда не закончится. В это время решается буквально все. Все, кому нужно жилье, раздаю. Просто. Отец, я благодарю тебя за то, что всегда. Послушай меня, слушай мой голос сейчас. Двадцать почти лет назад я увидел сон, как я внес домой покалеченную девочку и приютил ее. Я просыпаюсь в слезах, я сказал, как? Я возьму ее к себе домой, у меня нет своего жилья. Ты хочешь, чтобы я усыновил кого-то? И Отец мне сказал, открой свой дом для моих сынов, и я дам тебе жилище. Никогда я не был без крыши над головой. Никогда. Никогда я не маялся тем, что у меня нет своего жилья, потому что все, где я жил, хоть когда-либо, это было величайшим благословением по финансам, по устройству, по всему. Я всегда имел все самое лучшее. И это продолжается из славы в славу. Все лучше и лучше и лучше и лучше. Свою первую квартиру я построил через буквально три года после покаяния. Моментально все сработало. Что я хочу сказать? Я преломляю сейчас. Я раздаю тебе. Благодари сейчас за жилье. Благодари сейчас всякий, кому нужно жилье. Сверхъестественные возможности. Сверхъестественные. Не обязательно через деньги. Послушай. Через помазание. Фу, какой дух Божий. Это вообще просто косилище сейчас идет. Фу, 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 смотри на небо, принимай манну. Отец, я благодарю тебя. Я говорю, это не закончится никогда у меня. Это не закончится никогда у всех, кому я сейчас раздаю. У их детей будут квартиры и жилища. У их внуков будут квартиры и жилища. Будут дома, будут земли. Будут строения, будет недвижимость в достатке. Отец, я высвобождаю это, сейчас просто раздаю. Раздаю, раздаю. Я благодарю тебя и говорю, это не закончится никогда у меня. Это не закончится у моих детей. Это не закончится у тех, кто здесь сейчас находится и слышит это. Я высвобождаю это. Высвобождаю это. Высвобождаю это. Сейчас, пока я говорил, видел несколько образов разных домов, квартир, хороших, обставленных. Если кто-то видел, это точно в тебя пришло сейчас. Фу. Я благодарю тебя. Ломаем дальше. Отец, ты дал мне благословение, дал мне власть даже из нищеты обогащать многих. Я благодарю тебя и я преломляю эту способность на каждого, кто меня сейчас слышит и будет слышать. Преломляю эту способность Святого Духа обогащать всех, кто меня окружает. Всех, кто окружает, я благодарю тебя и я говорю, это не закончится никогда, никогда, никогда. Потому что прежде чем появилась нужда, появилась слава. Была уже слава. Сейчас еще преломляем. Сейчас я буду преломлять для тех, у кого вообще все экстренно очень. Отец, я видел, из каких болот иногда и ямты поднимал меня. И даже в самые тяжелые времена давал мне и отдых, и море, и отпуск, и разные вещи. Выводил из долгов, тяжелых кризисов. Никогда у меня не было из-за этого плохого настроения. Я благодарю тебя и говорю, в моей жизни это не закончится никогда. Я благодарю тебя и раздаю сейчас это. У них это не закончится никогда. Какой бы ни был тяжелый кризис, настроение просто переключается. Помазание дает радость, ощущение предвкушения, прибыли. И прорыв происходит. Отец, я благодарю тебя. Мы нищие и многих обогащаем. Это наша власть. Мы нищими себя называем не потому, что у нас ничего нет, а потому, что мы сделали дистанцию, мы отрешились. Мы сказали, да это все ерунда. Управление номер один. Ты поставлен на управление. Поставлен как сын, на котором мы поставили печать на лбу. Раздавать хлеб жизни. Это сын, который не говорит, да мне козленка. Сын, который раздает этих козлят. Назначает урочно служанкам. Меру хлеба выделяет. Мне не нужен миллион долларов, мне нужно миллион возможностей. Процветание! Не здесь! Процветание! Здесь! Я хочу, чтобы ты знал, единственная цель у отца в твоем процветании явить избрание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!